Здрасте! Вы спросите, Лёха, зачем тебе повязка? А я скажу, это кастом айпада! Наконец-то! Погнали! Вообще, при кастоме подобных штук, как бы нужно думать, поэтому я придумал эскизик, его вы увидите в дальнейшем. Но для начала нам нужно подготовить сам айпад, а именно закрунтовать ту поверхность, на которой будет сама работа. Погнали! Но для начала нам нужно закрыть все те части, которые не должны быть в краске, скотчем или изолентой. Ну всё, в принципе, айпад готов, теперь его осталось только залить красочкой. Сейчас я это сделаю и вернусь. После того, как мы загрунтовали нашу поверхность, начинаем переносить рисунок любой техникой, которую вы знаете. Ну а в дальнейшем просто начинаем красить. Знаете, это немного странное чувство. Ещё год назад, до того момента, как я начал выкладывать полноценно свои работы в интернет, для меня купить холст было уже чем-то достаточно недешёвым. Я даже не знал, как можно рисовать на чём-либо, кроме бумаги. Прошёл почти год, я рисую на настоящем айпаде. Камон, на айпаде! Не в проклеите, а на самом корпусе. Это просто жесть. Раньше я даже немного боялся выкладывать свои работы в интернет, потому что думал, что это полнейший шлаг для меня. Они были просто никакого уровня. А то, что я делаю сейчас, иногда даже мне самому нравится. Я уже не говорю о сотнях, тысячах людей, которым тоже это интересно и которые за этим наблюдают. Это просто мега круто. Моему ютуб-каналу почти три года, и я даже в принципе не мог представить, что чувак, который просто нашёл камеру на улице, когда-либо перерастёт в что-то большее, чем чел с шести сотками подписчиков, снимающий алкавлоги, и то, как он катается на доске, будучи жиробасом. Свой первый тикток я завёл, чтобы снимать мемы, чтобы просто набрать аудиторию. Изначально я планировал рисовать на нём, но мой уровень на тот момент был просто ничтожным, и я понимал, что в принципе людям это будет неинтересно. Людям прикольно смотреть на всякие портретики людей известных, пейзажики, прочие крутые штуки. А я рисовал что-то непонятное, мега дешёвыми материалами. Я использовал пейнт-маркеры, какой-то тыщелевый акрил из фикс-прайса, дешёвые линеры, дешёвые холсты на картоне, и как-то это был не уровень для того, чтобы снимать видосы об этом. Я в принципе даже и подумать не мог, что именно рисование станет моей основной работой. Да не просто работой, а работой, которая будет мне нравиться и приносить доход, причём достаточно нормальный для того региона, в котором я живу. Я даже больше скажу, для этого региона это охереть какой нормальный доход. Но у вас может возникнуть вопрос. Лёха, нахера ты это всё рассказываешь? Кому это интересно? А я вам отвечу. Я знаю людей, которые меня смотрят. Я знаю, что есть куча годных художников, которые сидят и боятся выкладывать себя и своё творчество в интернет, потому что они ожидают то, что людям это не понравится. Я же хочу сказать лишь то, что, ребят, просто не бойтесь. Делайте. Потому что рано или поздно вы соберёте вокруг себя тех людей, которым будет интересны вы, и то, что вы творите. Потому что творчество, оно безгранично. Люди не любят одни портреты. Люди любят что-то новое, что-то интересное, что-то классное, что-то такое, чего они не видели никогда и нигде. Ведь граффити тоже раньше считали каким-то смехом, искусством для быдла, уличным, каким-то бредовым. Но сейчас мы видим, что некоторые граффити-художники висят в галереях, которым большинству портретистов, реалистов и прочим академическим людям даже не попасть. Даже просто элементарно походить не дадут. Не то, что выставлять свои работы. В наше время появляется куча новых стилей, как архитектуры, так и просто изобразительного искусства. Вам не нужно подстраиваться под кого-то. Если вы хотите рисовать, вы должны просто быть собой. Рисовать то, что находится у вас в голове. Рисовать так, как это видите вы. За последние чуть более полугода я перенес на себя гигантское количество хейта. Что за мои работы, что за мое мнение. За то, что я не подстраиваюсь под людей и рисую то, что мне интересно и то, что мне хочется видеть. Но это наоборот заставляет меня расти, развиваться и делать еще лучше, чем я делал до этого. А не уходить в себя и думать, что «Ну блин, тут парочки людей не нравятся, что я делаю. Значит, наверное, я ничтожен. Поэтому надо бы забросить это и забить». Нет, ребят. С каждым скетчем, с каждым сделанным холстом, с каждой картинкой ваш скилл растет. И он будет расти всегда. Даже если вы меняете свой стиль просто до неузнаваемости. Вы остаетесь индивидуальной личностью в плане искусства. Ребят, в этом, в этом главная суть всего того, что делаю я и делают многие художники в интернете. Они не любят делать то, что хотят люди. Художник в первую очередь должен делать то, что видит и думает сам. Да, я понимаю, что какие-то просьбы, какие-то идеи, это понятно. Это тоже качает твой скилл, твою аудиторию и прочую. Но всегда нужно забывать, что в первую очередь ты индивидуален. И ты рисуешь то, что хочешь ты. Рисуя работы из своей головы, ты в первую очередь делаешь имя себе. Ты делаешь себе имя как художник, а не как чел, который рисует по просьбам. Ну, в принципе, я сказал все, что я хотел сказать. А теперь финальные этапы айпада. Мы убираем наклеечки, убираем скотч. И скоро вы увидите результат. Я еще расскажу. Этот айпад, наверное, самая лучшая работа за последние полгода, сделанная мной. Айпад это не холст. Он не прощает ошибок. На холсте можно переделать это кучу раз. Но на таких штуках вряд ли. А теперь результат. Короче, ребят, вот такой вот прекрасный айпад получился. Я считаю, что это, наверное, самая лучшая работа за последние полгода от меня. И что же я хочу сказать. Как только на этом канале будет 100 тысяч подписчиков, кто-то из вас получит этот айпад совершенно бесплатно. Да, я понимаю, что это далеко не топовое устройство, которое не тянет половину программ уже. Но он прекрасно работает. На нем можно сидеть в ИК, смотреть видосики, читать новости. В телеге тоже можно сидеть. Поэтому как-то так, ребят. Всем еще раз большое спасибо за просмотр. Спасибо за то, что вы со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Помогайте продвигать меня, мои ролики, мой канал. И еще раз спасибо. С вами был Леха. До следующего ролика. Субтитры сделал DimaTorzok